Здравствуйте! Я вас не просим. Спасибо. Я хотел бы вас поздравить. Я знаю, что у вас жизненный путь, он тесно связан с победой. Екатерина Константиновна Волкова родилась в 20-м. В год начала войны она уже имела среднее медицинское образование и небольшой стаж работы на военном конезаводе в Ростовской области. Именно оттуда ее и призвали в советскую армию. Меня направили в Ростов. Я приехала в Ростов и принимала больных, уже раненых с эшелоном, когда подходили. А эшелоны подходили уже полные раненых бойцов. Через Рязанский Вако-госпиталь номер 32-37, где служила наша героиня, на протяжении 41-43 годов прошла основная масса тяжелораненых солдат Западного, Брянского и Центрального фронтов. Я там была, девочки, до конца войны. Я была старшей операционной сестрой. 20 было этих грузчиков, санитаров, 10 сестер-перевязочных. День и ночь в стоянии ампутировали ноги и руки. До сих пор Екатерина Константиновна помнит стоны и крики солдат, когда им, здоровым мужчинам, приходилось терпеть невыносимые боли. Она же рассказывала, больные были тяжелейшие. Это ампутация конечности. Это было, в общем-то, конечно, это сложные больные. Говорит, ну все было. И бросали в лицо все, что угодно. Потому что, ну естественно, в общем-то, лишиться ноги молодому – это ужасно. Туда же в госпиталь поступил и молодой боец Василий Волков, которому грозила ампутация ног. При форсировании Днепра в 44-м он их отморозил. Старший сержант медицинской службы Катерина ухаживала и за ним, но влюбилась именно в него. Мы пожелились в госпитале. У него была опасная разреза, он ведь забинтован, я думаю, боже мой. Но все-таки врачи спасли, ноги не ампутировали. С 73-го года семья Волковых, мать Екатерина Константиновна, сын Бориса Васильевича и дочь живут в Видном. Глава семейства умер в возрасте 60 с небольшим. Екатерина Константиновна до 80 лет работала в Видновской поликлинике. Сейчас ей уже 96. В свои большие годы она по-прежнему добра и приветлива. Я, конечно, желаю, чтобы не было войны, чтобы был мир, чтобы вы выросли, чтобы ваши дети были в спокойствии. Не то, чтобы мы пережили осенью, холод, холод. Ой, это ужасно. Это важно нам помнить об этом, доносить до своих детей. Я очень часто об этом говорю. Мы должны рассказывать правду о тех трагических событиях, чтобы она никогда не повторилась. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.